давайте возрадуемся похлопаем обнимемся обнимемся скажем друг другу нет ну ты представляешь давайте скажем другу нет ну ты представляешь он все-таки воскрес он воскрес и мы не поклоняемся богу мертвых мы поклоняемся богу живых давайте скажем праведность мир и радость во святом духе он помазал меня елеем радости это принадлежит мне здесь и сейчас радость повернитесь друг другу скажите я радостный человек вообще-то теперь скажите другу слушай а ты тоже такой радостный человек вообще сразу видно что тебя иисус помазал елеем радости хорошо ну давайте присядем присядем за кого люди почитают меня за кого люди почитают меня за кого люди почитать мне сейчас вот есть в зале люди но кто друг друга хорошо знают повернитесь к друг другу и по очереди спросите друг у друга а как ты думаешь за кого люди почитают меня поговорите друг с другом ответите друг другу как вы думаете за кого люди почитают меня вот да да нужно друг с другом поговорить за кого люди вообще почитают меня а вот пусть супруга скажет что она думает давайте в пары в пары за кого люди почитают вообще меня орест надо с кем-то поговорить поговорить да вот между собой за кого люди меня почитают почитают считают да почитают считают хорошо а теперь спросите друг у друга а ты за кого меня почитаешь не друг у друга спросите не но если что-то плохое надо сказать это легче правда ведь такой раз такой да а вот вы за кого друг друга почитаете отлично а за кого ты сам себя почитаешь отлично за кого ты сам себя почитаешь нужно отпустить детей мне сказали детки пожалуйста сюда помолились да а все хорошо хорошо иисус задает вопрос ученикам и говорит за кого люди почитают меня ученики говорят ну по-разному за пророка за или иоанна то есть разное тебе думают он говорит а вы за кого меня почитаете пётр говорит ты христос сын бога живого на что иисус отвечает ему блажен ты пётр потому что не кровь и не плоть открыли тебе это но отец дал тебе это понимание и так как ты имеешь это понимание вот тебе новая картина твоей жизни отныне ты камень и на камне я построю церковь и врата ада ее никогда не одолеют скажите слово никогда знаете как с древнегреческого переводится слово никогда оно переводится как никогда очень простой перевод это означает что никогда и вот тебе еще инструменты все что свяжешь на земле свяжется на небе все что развяжешь на земле развяжется на небесах мы имеем силу которая до нас выше которой мы либо пользуемся либо не пользуемся за кого люди почитают меня вот меня за бизнесмена за бизнес тренера за успешного человека за человека который что-то там сумел сделать отлично так оно и есть но это вторичные вещи вторичные вещи иисус не обещал построить бизнес не обещал создать тренинги не обещал построить заводы ничего такого он не обещал он обещал одно построить церковь он говорит вот мой план вот мой план я хочу построить церковь почему потому что церковь это вход в царство нельзя войти в царство другими вратами и церковь это простое определение если двое или трое соберутся мое имя там я посреди них с этого церковь и начнется два человека которые понимают кто я открывает в ход царства кому открывает всем кто в этом нуждается за кого люди почитают меня ради чего я живу на самом деле что моя сила то мне совершитель веры он воскрес понимаете он изменил вообще суть существования жизни человечества и в конечном итоге каждый из нас закончит свое земное путешествие что мы с собой заберем вторичные вещи директор предприятия визитную карточку дом 600 квадратных метров Mercedes что мы заберем мы заберем с собой только суть измененный образ и подобие все что мы сумели в этой жизни подчиняясь под главу Христа изменить и писание говорит славу и честь ничего другого цари земные не принесут царство небесное ну то есть царский небога человек наше измененное состояние за кого люди почитают есть вещи которые важны заработать деньги отправить детей в школу позаботиться о здоровье родителей отдохнуть но они вторичные то что царство это не пища и не питье это не бизнес не дом в котором ты живешь это праведность мир и хорошая новость радость во святом духе чтобы мы не перепутали нам объяснили хочешь состояться ищи прежде царство праведность мир и радость во святом духе и правда его остальное приложится остальные вещи вторичные они приложатся они приложатся а царство начинается с простой вещи оно начинается с то что ты утром выходя из дома берешься с женой с детьми за руки и молишься берешься с женой с детьми за руки и молишься женщина не самодостаточна без мужчины мужчина царь и священник женщина жена берешься всей семьей за руки и молишься и провозглашаешь и наполняешься избытком и постанавливаешь царство на земле как и на небе потому что все что свяжешь на земле все будет связано на небе все что развяжешь будет развязано на небесах в нашей жизни будет развязано на небесах есть важные вещи получить прибыль в конце месяца заплатить аренду но они вторичны они очень важны мы хотим жить лучше мы хотим состояться мы хотим быть успешными но можно быть человеком который рыдает в машине за миллион долларов у меня есть один друг он позвонил мне однажды говорит слушай можешь поговорить со мной я говорю давай он говорит не по телефону давай встретимся я говорю ты где я под верховной радой я сейчас приеду я приезжаю стоит машина заведенная стоимостью миллион долларов просто стоит заведенная на обочине я сажусь в машину он молчит я молчу он молчит 15 минут молча я понимаю что он не может говорить у него каталог с часами я открываю там закладку смотрю часы отличные часы дорогие небось он говорит ну так миллион долларов стоит я говорю хороший выбор он говорит ну да там надо заказать потом на собеседование приехать потом предоплатить потом год ждать я говорю отлично молодец а как сам и человек ломается и говорит ты знаешь по моему никто меня не любит по моему никто меня не любит я говорю почему ты так думаешь дочка вернулась из Англии и едет друзьям на вечеринку я с женой везу ее на машине посадил в бентли с открытым верхом она говорит папа останови за два квартала она не хочет чтобы ее друзья меня видели я для нее никто я говорю а как ты думаешь почему он говорит я не знаю я говорю тогда ответь мне на вопрос а ты вообще кого любишь вот ты кого любишь часы за миллион долларов все просто он говорит а что мне делать я говорю не знаю я с ребенком со своим ходил в горы у меня испортились отношения он не может ну как бы потерялась дружба я поехал в горы это нас сблизило он говорит а я тоже куда-нибудь поеду и они берут дочку с собой там в африку на сплавляться на лодку их одевают в шлемы в жилеты и говорят пороги там может перевернуться показывает как выныривать и они сплавляются по реке по два человека он и дочь и в одном месте лодки переворачиваются все лодки переворачиваются переворачивается он с дочкой там знаете крутит крутит он выныривает напуганный отдышался смотрит по сторонам а дочки нет все вынуждены а дочки нет и река уносит их вдаль просто несет вперед нельзя остановиться нет силы ничего сделать никто не может помочь он начинает кричать называет дочку по имени кричит плачет плачет ее друг голос папа папа когда она выныривала она попала в дно лодки ну знаете с другой стороны воздух есть но ничего не видно а река сильно шумит она не понимает что он лодку перевернул ее обнял к берегу плывет плачет на берег вышел а дочка он говорит пап знаешь что я только что поняла что ты меня любишь так что нам чтобы любить друг друга нужны экстремальные ситуации или мы можем это делать добровольно или мы можем это делать добровольно за кого люди почитают меня что истина моей жизни что главная ценность ценность одна любить и быть любимым это то что мы должны искать потому что в этом качество и в этом смысл остальные вещи вторичны визитная карточка важна наверное но они делают человека счастливым и если мы хотим изменить изменить свою жизнь изменить мир в котором мы живем мы должны заботиться о главных вещах о хвале и поклонении о том что наполняет нас избытком царством внутри нас остальные вещи вторичны хотя они и важны иисус сказал истинные поклонники будут поклоняться в духе и истины а истины всего три дух святой есть истина иисус есть истина и слово божие есть истина других видов поклонения нет хорошая новость он воскрес и как первенец из мертвых показал нам совершенный путь путь избытка путь любви он говорит я умер это что вы не умерли я пострадал для то что вы не пострадали я претерпел для то что вы не претерпели мы ошибаемся и заблуждаемся так бывает но он ведет нас за правую руку и говорит иго мое благо время мое легко любите друг друга стойте в истине делайте правильные вещи в правильное время молитесь всей семьей молитесь на работе благословляйте людей вокруг себя потому что вы не бизнесмены это вторично вы цари и священники вы носители царства царство это атмосфера в которой мы пребываем сила которая распространяется через нас как радиация я так думаю надо помолиться а силы самостоятельно нет я звоню одному говорю слушай давай помолимся мы помолились я хожу опять давит кто-то мне звонит я говорю слушай ты что сейчас делаешь можешь со мной помолиться мы помолились я бегал там 6 или 7 часов по улице и молился потом благословлял фильм потом пришел в зал уже как тушка такая сел сижу думаю сейчас мы все равно покажем и начинается фильм в зале и люди начинают смеяться и начинают плакать и встают в конце и хлопают и подбегают ко мне говорят у меня мурашки были по телу подбегает женщина говорит с нами что-то произошло что это за атмосфера приехали люди с другого завода мы переходим работать на этот завод здесь все по-другому мы не хотим уезжать царство является через нас понимаете и то что я бизнес тренер это вторично или то что я бизнесмен это вторично первично что я могу принести людям свободу первично что могу принести людям мир не такой мир как этот мир предлагает получи зарплату и пропей восстановление семей восстановление сердец восстановление мышления реабилитация больных зависимых от любой формы зависимых не только наркоманов от чего угодно и в этом истина и в этом главная суть и это главный фундамент это будет отличие от вас что в этом году фундамент